Здравствуйте! В эфире очередной сеанс правительственной связи. И сегодня у нас в студии министр финансов Чувашской Республики Светлана Янильна. Добрый вечер, Светлана Александровна. Вечер, добрый. Напомните, пожалуйста, основные параметры бюджета 2016. И в чем его принципиальное отличие от бюджета предыдущего года? Мы законом утвердили доходы бюджета на текущий год в сумме 34,5 миллиарда рублей. Из них, собственно, 22 миллиарда. Что касается расходов, то они утвердены в сумме 37 миллиардов. Соответственно, дефицит 2,8 миллиарда. Также законом утвержден предельный объем государственного долга. Верхний предел в соответствии с законом составляет 16 миллиардов рублей. Ну, вот, в общем-то, принципиальное отличие, наверное, от предыдущих лет, это то, что бюджет, как и федеральный, принят на один год. Чем вызвана такая необходимость? Ну, вот, в общем-то, изменения, очень серьезные изменения произошли в экономике, чтобы бюджет был стабильным, чтобы обеспечить его сбалансированность. И, соответственно, было принято решение, что федеральный бюджет будет приниматься на один год. И такие рекомендации были доведены до субъектов Российской Федерации. Светлана Александровна, в прошлом году очень много говорилось о том, что бюджет 2016-го будет гораздо сложнее, чем 2015-го. Резервы закончатся, кризис усугубится. Вот, отразились ли эти опасения на главном финансовом документе? Если да, то, каким образом? Да, год, конечно, непростой. Вы сами видели, наверное, в начале года у нас оба финансового рынка произошла. Но в любом случае нельзя, наверное, говорить, что кризис усугубляется. Сегодня мы уже говорим, что это уже новые координаты для развития экономики. Уже экономики адаптируются к этим новым условиям. И, соответственно, начинаем уже развиваться и страна, и республика в этих новых условиях. Что касается самих резервов, то действительно мы понимали, что год будет непростой. И, соответственно, инструменты для обеспечения стабильности бюджета, его забалансированности у нас уже еще были заложены в самом бюджете 2015-го года. Мы, например, досрочно обеспечивали погашение обязательств, которые были в текущем году. Тем самым мы освободили или сняли напряжение более чем 450 миллионов рублей в бюджете текущего года. Кроме того, еще в начале нам удалось погасить государственный долг, это 3,7 миллиарда рублей. И, соответственно, это тоже сказывает на исполнение бюджета текущего года, в течение этого года, уменьшая нагрузку на исполнение бюджета по его обслуживанию. То есть оставляя свободу для маневров. Да, да. А в чем вот себе пришлось отказать в этом году? Ну, в чем пришлось себе отказать в этом году? Наверное, мы более ответственно отнеслись к новым объектам, мы больше акцентировали на завершение начатых объектов. Но, в любом случае, при уточении ее бюджета, республика приняла обязательства по началу строительства школ. Вы знаете, мы заложили возможность начала строительства школ по городу Чебоксары, даже двух школ. Соответственно, нам были приняты решения об завершении финансирования начатых объектов. Соответственно, и новые объекты по здравоохранению также мы заложили. Это строительство многопрофильной поликлиники по улице Ленина. В то же время удалось обеспечить полным объемом финансирования завершение строительства онкоцентра. Ну, понятно, что потребности или желания, они большие, но в любом случае мы всегда исходим из возможности бюджета для того, чтобы обеспечить его сбалансированность. В первую очередь, наш бюджет должен обеспечить исполнение всех взятых обязательств, в первую очередь социальных. — Светлана Александровна, с этим новым бюджетом мы проработали уже целый квартал. Можно ли говорить о каких-то тенденциях, которые наметились, и что удалось, что не удалось сделать? — Да, если посмотреть итоги трех месяцев текущего года, то можно говорить о положительном динамике. По доходам более 6% увеличили рост. Большая часть роста у нас дают налоги на имущество. Также с ростом идут акцизы и налоги на доходы физических лиц. Но при этом необходимо отметить, что это не является трендом. То есть в любом случае, потому что мы в прошлом году говорили, что НДФЛ у нас было ниже уровня 2014 года по итогам 2015 года. В основном это было связано с тем, что у нас очень серьезно выросли имущественные социальные вычеты по данному налогу. Если сравнивать с другими субъектами Приворско-федерального округа, мы занимаем лидирующее положение по доле возврата НДФЛа по имущественным и налоговым социальным вычетам. Но вот сами сроки вычетов только наступают. И, соответственно, мы не можем говорить, что темп роста по налогу на доходы физических лиц сохранится в течение всего года. И, соответственно, это не является трендом для всего текущего года. Потому что темп роста, они вполне верятны, что будут ниже. Светлана Александровна, ну вот имущественные, налоговые, имущественные вычеты – это одна сторона вопроса. Вторая сторона – это то, что в такие ситуации во времена, ну, в сложные экономические времена, немедленно начинает хромать налоговая дисциплина. Вот что скрывать? И в прошлом году неоднократно эти разговоры поднимались по неплатежам в бюджет. В общем-то, и в этом году организации, ну, так, прижимают деньги, стараются их пустить в оборот, прежде чем рассчитаться с бюджетом. Вот как сейчас обстоят дела? Ну, действительно, конечно, в сложных экономических условиях, как вы говорите, налоговая дисциплина, она ухудшается. Об этом еще в начале прошлого года говорил министр финансов Российской Федерации, что вот в кризисную переду, действительно, сегодня руководители предприятия, они в какой-то степени, часть, не все, конечно, часть, перестают в свое время уплачивать налоги. Почему? Потому что у нас… Ну, может, не всегда время этого не перестает. Не всегда у них, возможно, и своих собственных ресурсов недостаточно. Конечно, в то же время привлечение кредитов, с учетом того, что у нас ключевая ставка выросла, и, соответственно, выросли и по нему, по кредитам ставки, процентные ставки, соответственно, сегодня бизнесу выгоднее кредитовать свой бюджет, чем привлекать под большие ставки кредиты банковские. Ну, вот эта ситуация и приводит, конечно, к тому, что несвоевременные платежи возникают, но в любом случае тут налоговая служба работает, соответственно, да, и в правительстве заинтересованного обеспечения. Поступление налогов в бюджет, потому что бюджет не имеет права несвоевременно исполнять те или другие обязательства. Мы своевременно должны выполнять обязательства и по выплате заработной платы бюджетникам, по выплате всех социальных платежей, и, соответственно, бюджет не может себе позволить задержки один на один, даже на два дня тех или других выплат. Поэтому наша задача – это обеспечить и качество администрирования наших доходов. Ну, вот хорошо, если действительно у предприятия достаточно прозрачная документация, то есть ведение дел, вы знаете, что они, может быть, сейчас не заплатили, но заплатят, условно говоря, через месяц, через два. Как быть с теми, кто не платит вообще? Кто выплачивает серые зарплаты, кто не оформляет трудовые отношения официально? Вот насколько серьезный ущерб у нас сейчас? Сейчас. Действительно, конечно, это очень серьезная тема. На сегодняшний день вы правильно говорите, и ущерб бюджета здесь есть. Но в то же время, кроме ущерба бюджета, тут есть и недобросовестная конкуренция. То есть они конкурируют с теми, которые добросовестно уплачивают налоги и при этом создают неравные условия. Ну и социальная сторона этого вопроса. Если идти по порядку по поводу ущерба, по прошлому году у нас 162 тысячи граждан трудоспособного возраста, но при этом нигде не числятся как работающие и не приходят в службу занятости для того, чтобы искать себе работу. Кроме как, они не уплачивают налоги, потому что вопрос немножко был задан в таком плане. Есть другая часть расходов бюджета, в соответствии с законом обязательного медицинского страхования, бюджеты субъектов Российской Федерации уплачивают еще страхование на неработающих граждан. Соответственно, на выплату страхования общие расходы бюджета составляют 4,8 миллиарда рублей. Из них приходится только на тех граждан, которые трудоспособны в возрасте, но нигде не работают, это 1 миллиард рублей. Кроме того, если бы эти граждане работали официально и получали бы заработную плату даже размером РОД и уплачивали бы от него НДФЛ, то, соответственно, доходы бюджета составили бы 1,5 миллиарда рублей. Соответственно, как вы говорите, ущерб это 2,5 миллиарда. У нас главу республику в первую очередь, конечно, беспокоит. Здесь другая сторона, социальная сторона этого вопроса. Потому что сегодня, получая заработную плату в конверте, это завтра отсутствие пенсии. Для того, чтобы пенсии была 8 тысяч в последующем, сегодня необходимо получать заработную плату не меньше, чем 2 мрот. И поэтому 8 тысяч, согласитесь, это не такая уж большая сумма для пенсионера. И при этом не иметь даже этой деньги, это очень шревато последствиями. Большая часть, конечно, сегодня главу Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева и эта сторона именно беспокоит. И, соответственно, на комиссиях, которые он сам проводит, и приглашаются руководители предприятий, те, которые сегодня не обеспечивают выплату заработной платы. Светлана Александровна, а выдержит ли бюджет Чувашии 2016 года увеличение нагрузки, например, связанной с увеличением субсидий на оплату ЖКХ и других социальных выплат? В последнее время тема как-то неоднократно возникает. Мы в текущем году тоже неоднократно говорили, что с учетом того, что все-таки доходы населения падают и возмещение затрат нашим малоимущим гражданам на оплату ЖКХ предусмотрели на 20% больше нашей расходы, чем фактически сложились по прошлому году. Если будет необходимость, то, соответственно, сегодня правительство Чувашской республики готово увеличить данную статью при необходимости. Кроме того, при уточнении бюджета мы даже приняли новые расходы и, соответственно, увеличили даже социальные выплаты. И на самом деле сегодня бюджет себе может позволить обеспечить социальную защищенность наших граждан. Вот это касается и малоимущих, это касается и ветеранов труда, которые становятся больше. Да, это касается и ветеранов труда, это касается и малоимущих. Светлана Александровна, вот когда-то в сложные времена для того, чтобы поддержать бюджет, выпускались облигации. Сейчас такая практика существует? Когда государство занимает у граждан на время? Ну, не совсем, наверное, у граждан занимает на время. Это вот то, что я говорила, государственный долг, это и есть мы или размещаем ценные бумаги, или привлекаем кредиты. Ну, действительно, облигации мы еще... Республика занималась еще с 2000 года, когда были размещены первые облигации. В последующем уже 2003-м уже биржевое размещение облигаций приступила республика. На сегодняшний день у нас на рынке также обращаются наши ценные бумаги. Выпуск 2013 года, их общей суммы 1,5 миллиарда рублей. Но в то же время необходимо, конечно, когда мы принимаем решение, именно каким инструментом, каким механизмом использовать, мы, конечно, всегда считаем экономическую эффективность. Например, можно сейчас конкретно разложить, допустим, по облигациям. Если бы мы в прошлом году разместили бы облигации на сумму 2 миллиарда рублей, то в прошлом году некоторые субъекты размещали, и средняя ставка обслуживания 13,3% годовая была. Соответственно, если 2 миллиарда мы на годовую ставку умножаем, 272 миллиона необходимо было бы нам сегодня заложить в бюджете на обслуживание этих ценных бумаг. Но в то же время есть очень интересный инструмент – это кредиты Управления Федерального казначейства, которые предоставляются нам под 0,1% годовых. Те же 2 миллиарда 0,1% годовых составляют в обслуживании 2 миллиона. То есть 272 миллиона было бы в случае, если бы мы разместили облигации, и 2 миллиона, если мы пользуемся кредитами Управления Федерального казначейства. Соответственно, конечно, тут экономический аффект – 270 миллионов. А это стоимость двух садиков на 120-140 мест и детей, но на 300 мест – это одна школа стоимость. И исходя из этого, конечно, всегда принимаем то решение, которое сегодня выгодно для бюджета. И исходя из этого было принято решение в текущем году и в 2015 году. Мы не размещали, а пользовались таким эффективным инструментом, как бюджетные кредиты. Светлана Александровна, буквально совсем недавно глава Чувашия читался о работе правительства в прошлом году, и речь шла, разумеется, о выполнении бюджета. Напомните, пожалуйста, буквально так кратко, как все-таки складывалась работа с бюджетом в 2015-м? Насколько наши ожидания продались? – Действительно, вы помните, наверное, прошлый год он тоже начался очень тяжело. Но мы были еще в декабре разработаны правительством республики антикризисный план. Кроме этого, у нас разработаны было три варианта сценарного развития бюджета. Это благоприятный стресс-сценарий и базовый. Действительно, нами были внедрены ряд инструментов для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета. В результате нам удалось удержать ситуацию, и, соответственно, исполнение бюджета уже приближено к базовому варианту. Мы обеспечили исполнение всех социальных выплат, обеспечили исполнение всех требований Министерства финансов по получению бюджетного кредита. Более 6 миллиардов такой бюджетный кредит был привлечен в прошлом году. То есть сумма, конечно, она в разы превосходит. В предыдущие, даже за последние 10 лет мы такой суммы не получали. Соответственно, все предпринятные наши действия, механизмы, реализованные инструменты позволили нам стабилизировать и, соответственно, уменьшить государственный долг против плановых назначений и, соответственно, уменьшить расходы бюджета по его обслуживанию. Республика обеспечила выполнение всех взятых обязательств. Кроме этого, позволило увеличить инвестиционные расходы против плановых назначений. И также были заложены те инструменты, которые сегодня нам обеспечили манерность в бюджет уже 2016 года. То есть было лучше, чем ожидали. Получилось лучше, чем ожидали. Да, получилось лучше, чем ожидали. Ну, дай Бог, чтобы в этом году было точно так же. Спасибо вам большое. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была министр финансов Чувашской республики Светлана Янилина. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин